100 метровку в полном боевом снаряжении должны проплыть солдаты центрального военного округа в бассейне на армейском чемпионате. Новый вид спорта, военно-прикладное плавание, появился не случайно. Командование уверено, каждый боец должен уметь преодолевать водную преграду. На соревнованиях мы выполняем, проплываем дистанцию 100 метров на время, а в войсках данная дистанция проплывается на преодолении дистанции по метражу. Чем больше преодолевается, тем выше балл получает военнослужащий за данный вид упражнения. В чемпионате округа плывут 200 солдат, в основном со спортивным прошлым, пловцы или многоборцы, кандидаты и мастера спорта. Но и они прошли сначала спецподготовку. Сначала просто в одной форме, потом постепенно прибавляли какие-то элементы, чтобы не так сразу. И так натренировались. Встречаются на дорожке и рядовые солдаты. Для них преодолеть водную стометровку в форме с берцами и автоматом за спиной, а это 12 килограммов – настоящее испытание. Силы воли, храбрости и спортивного мастерства. Соревнования такие у меня в первый раз. Военные. Очень тяжело будет. Мышцы забиваются. Буквально тонешь. Наш последних сил убиваемся, плывем. Тут 100 метров дается, как будто в Волгу переходит. Очень трудно. Лучшие боевые пловцы Центрального округа поедут в Санкт-Петербург на армейский чемпионат страны. Там, кроме 100 метровки в амуниции, они проявят себя в эстафете и ныряне в длину. Рекорд – более 100 метров под водой без воздуха. Сергей Кизоркин, Алексей Золотенков. События. Сергей Кизоркин, Алексей Золотенков. Субтитры создавал DimaTorzok